Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Лилия Новикова и Музыкальная Терапевтическая Среда. Мы продолжаем разговор об особенностях развития детей, имеющих психические нарушения развития и в том числе о детях с аутизмом. Мы сегодня коснемся двух основных симптомов. Это нарушение речи и языка и рассмотрим симптом тождества. У половины аутистов речь никогда не развивается. У тех, у кого она появляется, она развивается медленно и отличается большим своеобразием. Наиболее частое нарушение это эхололия, то есть повторение слов или фраз, сказанных другими. Может быть попугайная речь, когда ребенок повторяет услышанные слова или фразы непосредственно вслед за говорящим. Отставленное эхололия – это воспроизведение услышанной речи спустя иногда очень значительное время, когда ситуация уже изменилась и произносимые ребенком слова не соответствуют обстановке. В связи с этим, то, что говорит больной, звучит очень странно и нелепо. Ну, например, «Тебе кетчуп», «Тебе кетчуп», «Тебе кетчуп». В связи с этим, что ребенок звучит очень странно, наблюдается отгороженность окружающих от общения с ним. У нормально развивающихся детей эхололия также наблюдается, но до двух с половиной лет. Возникновение этого симптома позже определяется непониманием вербальных стимулов речи. Именно с эхололией связано затруднение формирования осознания своей личности, при котором больной не способен употреблять местоимение первого лица – «Я». И вместо этого использует местоимение второго, третьего лица, а иногда обращается безлично. У таких детей нарушено понимание речи, и часто их речь лишена коммуникативной цели. Речь – не средство коммуникации. Произнесение слов используется ими для аутостимуляции, и возможность употребления речи для беседы ограничивается рамками непосредственного окружения. Они не способны рассказать о прошлых переживаниях или предположить возможные будущие переживания. Даже у наиболее развитых аутистов речь монотонна, лишена эмоциональности, воображения и обобщений. Патологически реагируют такие дети на физическое окружение. Реакции на сенсорные стимулы могут быть либо повышенными, либо сниженными, в том числе в разное время на одни и те же стимулы. Некоторые аутисты производят впечатление глухих или слепых. Они могут не реагировать на громкие шумы, не реагировать на свое имя или необычные стимулы. Кажется, что они не замечают зрительных раздражителей, приходящих или уходящих людей, проезжающих транспорт. В то же время они могут слышать шелест оберточной бумаги от конфетки или шорох страниц газеты. Такие же непостоянные, меняющиеся по силе реакции возникают и на тактильные, и на болевые, и на температурные, и на вестибулярные раздражители. Представьте, что это музыка. Аномалия реакций на вкусовые стимулы проявляется в том, что они тянут в рот несъедобные предметы, нюхают, едят только определенную пищу и очень чувствительны к ее особенностям. Попытка понять своеобразие ответов на разные раздражители приводит к предположению, что эти дети способны дать ответ лишь на отдельные компоненты окружающего сложного стимула. Так как обучение это обладение навыками реагирования на сложные стимулы, то и трудности в обучении присутствуют. Следующий симптом, который мы рассмотрим, это симптом тождества. Это наиболее характерный симптом для аутизма. Озабочены сохранением неизменности своего окружения. Дети очень являются чувствительными к любым переменам. В раннем возрасте их игра отличается однообразием, неизменностью, отсутствием вариантов. Они могут бесконечно вертеть одну и ту же игрушку, проявляя беспокойство, крайнее негодование или даже панику. И если попытаться помешать им в этом, может возникнуть агрессивная реакция. Необычная привязанность может возникнуть к определенным предметам, без которых они не успокаиваются и всегда требуют их. Например, ребенок засыпает и просыпается с одной и той же мягкой игрушкой. Или настаивает на получении того же самого кубика, который он вертит ежедневно. По мере взросления этот феномен проявляется уже в других вещах. Например, в одной и той же пище. В неспособности переодеться в новую одежду, привыкнуть к новой расстановке мебели или согласиться идти по незнакомому маршруту. Сильная привязанность к дому и неспособность от него оторваться получила название «Ностальгия кошек». Итак, с вами была Лилия Новикова и Музыкально-терапевтическая среда. В следующий раз мы рассмотрим страхи, аутостимуляцию и своеобразные умения. Если успеем, оснемся интеллектом. С вами еще раз была я. До новых встреч.